Тем временем стало известно, что Международный Олимпийский Комитет скрыл доказательства невиновности российских спортсменов перед Олимпиадой в Пхенчхане. Об этом заявил адвокат наших лыжников Александр Легкова и Евгения Белова. По словам юриста МОК, знал, что российские олимпийцы не применяли допинг, но скрыл это от спортивного арбитражного суда. В этой ситуации разбирался Алексей Конопко. Развалинами дело не удовлетворены. Пресс-релиз Международного Олимпийского Комитета о разочаровании. Оправданием российских атлетов выглядит по меньшей мере странно, будто бы задача комитета была в доказательстве вины, а не в поиске правды. Прояснил ситуацию адвокат лыжника Легкова. МОК, заявляет юрист, еще до игр в Корее знал, что допинга не было, но скрыл это от суда. Еще в 2016 МОК решил перепроверить все пробы российских участников игр в Сочи. Результаты этих повторных тестов были отрицательными, но их не показали комиссии Освальда. Фактически Макларен, Вада и МОК манипулировали судом и общественным мнением. Надеюсь, наше дело сможет повлиять на ситуацию в целом. Допинг-контроль однозначно должен быть свободен от политики. В приложении к письму, которое юрист прислал в нашу редакцию, графики забора проб на сочинских играх. Самые поздние, как видно, обработаны в 7 часов вечера. Сделать с ними хоть что-то после этого спортсмены или чиновники не могли. Комиссары Вада забирают пробирки и фиксируют все перемещения. При этом Родченко, в показании которого основа обвинений, утверждал, что подменяли пробы именно ночью. Мы стали в какой-то непонятной игре, такими марионетками. Теперь можно с легкостью смотреть на то, что мы оправдали свое честное имя. Такое облегчение, груз какой-то с плеч, конечно, сошел. Людмила Удобкина одна из оправданных теперь россиян. В 2017-м комиссия Денниса Освальда отстранила от игр 43 атлета. 39 из них оспорили приговор, 28 доказали невиновность. С остальных сняли пожизненную дисквалификацию. Весь скандал, по сути, построили на одних лишь словах экс-главы Московской антидопинговой лаборатории и фигуранту уголовных дел Григория Родченкова, который теперь скрывается в США. За всю историю обжалования решения КАС вынесено только две отмены решений международного спортивного арбитража. А сами понимаете, если МОК проигрывает еще и эту апелляцию, то есть оно еще больше подтверждает неправоту свою в отношении российских спортсменов. Несмотря на те самые чистые пробы, о которых говорит юрист Вишаман, в декабре 17-го российскую сборную отстраняют от игр в Корее в полном составе. Под нейтральным флагом и без гимна допускают лишь тех, кто прошел наспех придуманные МОК-тесты. С игр наши атлеты привозят 17 медалей и первую за четверть века победу в хоккейном турнире. Наши спортсмены были незаконно наказаны, не были допущены до Олимпийских игр. Под гимном России с нашим флагом, конечно, патриотизм и гордость, и эмоциональный фон, он был бы значительно выше, повлиял бы, вне всякого сомнения, положительно на результаты. Вместе с атлетами под санкциями в итоге оказалась и РУСАДА. Накануне инспекцию в московской лаборатории завершили сотрудники Международного антидопингового агентства. Результатов еще нет, но тот самый Ричард Макларен, который составлял досье на основе показаний Родченкова, уже заявил, что нарушений найдут не меньше полутысячи. Доверие, конечно, серьезно подорвано. И то, что мы передали материалы, это добрая воля России. Мы готовы бороться с допингом. Мы уверены в чистоте наших атлетов. Но, конечно, там какие-то могут быть и положительные. При том, что Григорий Родченков, он и отвечал за лабораторию. Я уверен, что там все нормально. От провокаций мы, к сожалению, не застрахованы. Впрочем, и разбирательство спортсменов считать завершенными рано. В том же релизе с сожалениями МОК заявил, что, цитата, «оставляет за собой право вновь открыть дела, если появятся новые доказательства». Должно быть тех, что в комитете скрывали, недостаточно. Алексей Конопко, Алена Воеводенко и Аркадий Глушенков. Вести.